Доброе время суток, дорогие друзья. Я готовлюсь к сну. Хочу вам рассказать про свой новый уход. Я подбираю слова, потому что голова не варит, если честно. В общем, взяла пирожки сегодня. И когда так получилось, что, в общем, мне, если честно, непонятно. Но мне, видимо, придется менять уход, потому что, что я обнаружила. Сейчас покажу. Вот у нас сейчас лето. У меня увлажняющая крема, Надя. Ну, как у всех. Вот этот новый, Девделана. Увлажнение 24 часа. Гидроэффект, SPF 15. И для жирной кожи. Для жирной кожи фармакоз, скорее всего, лучше использовать осенью, потому что он для лета, для теплой погоды, мне лично жарковат. Он тает, начинает течь. Не в зависимости от того, сколько бы ты его не использовал. То есть, граммульку даже если. И это почему-то начинает скатываться. Вот я и понятия не имею, почему. Потому что до середины тюбика было все ок. Может, потому что для сухой кожи, в общем, я не знаю. Вот. А лифт Делана, мало того, что я обнаружила, ну, как, ну, я слышала, да, у девочек-блогеров, что натуральная косметика, ла-ла-ла. Вот. Хорошо, что не купила маску увлажняющую, честно. Потому что я не смотрела тогда, что маски эти по три месяца годно. То есть, это просто нереально использовать даже 50 миллилитров этой маски. Вот. И она должна быть такой плотной, что ты ее прям вот с таким вакцией наносишь, да, на лицо. Вот. Толстым слоем. Или, я не знаю, делиться со всей округой. Как-то второго варианта точно нет. Поэтому смысл. А стоит она дороже, скажем так, чем остальные маски раза в два с половиной где-то. Так вот. Деведолану вот этот крем. Он шесть месяцев годен. У меня осталось, в общем-то, половина где-то, да. Наверное, меньше, слушайте. Наверное, меньше. Потому что тут же донышко еще немножко идет. Вот на просвет, я не знаю, вроде как не видно. Вот. То есть, я его так хорошо поюзала, но мне его недостаточно. То есть, вот этого недостаточно крема, а этого перебор. А посередине, по идее, был гидроэффект. И он тоже какой-то не такой. Короче, красота. Вот. Так вот. Я еще вот, что мне стало посушивать. Это вот Агафья. Как я сказала, чтобы вам видно было. Да. Чувствую, что тянет веки. Суховато. Некомфортно. Я открывала, уже наносила, но у меня как масочка такая получилась. Вот. Ладно, давайте меньше слов, больше дело. Я сейчас, ну, как купила, так надо уже использовать тоже лифталана для жирной кожи. Тоже, вот, слушайте, смотрите, что вы, что вы покупаете. То есть, если вас там что-то не устраивает, то, блин, сразу оставляешь на полке и не паришь себе голову. Вот. Короче, оказывается, вот этот вот тоник, фитотоник, он идет на кислотах, на фруктовых. То есть, это, ну, все безобидно. Здесь нету такого, вот, как в других лифталановских штучках. Там, 3, 6 месяцев, 12 месяцев. То есть, этого нет. А по срокам годности, в принципе, он у меня должен быть долго, по-моему, до 18 года. Ну, короче, срок годности. Я посмотрела, что меня устраивает. Я за это время использую. А вот, бодия достаточно большая, 200 миллилитров аж целых. Вот. Да, очень хороший, такой легкий аромат, освежающий. Но за счет того, что там кислоты, его нельзя использовать на глаза. А если я использую молочко для снятия макияжа, там, неважно, такое, другое какое-нибудь, да, то хочется снять вот остатки, если там много молочка было. В итоге получается, что как бы вот эта вот штука у меня не совсем универсальная получается. Вот. Не есть хорошо, не очень приятно. Ну, ладно. Будем что-нибудь еще искать. Вот. Я уже крем для век наносила, когда видео снимала пару минут назад. Вот. Но я нанесу еще раз, потому что я чувствую, что я как-то вот этим Агафьей немножко так пересушила глаза. Вот. Надо сейчас за ним и ухаживать получше. Ну, как же он приятно ложится. Боже мой. Вообще. Вот реально балдеж. Балдеж и очень классные ощущения и впечатления классные. Вот. Вот. Таким сейчас буду пользоваться кремом для век. Белкосмекс. Так. Ну, и так как я после того, как готовила... Куда я его уже делала? После того, как готовила пирожки... Вот. И, кстати, Лев Долановский этот крем почему-то сегодня мне такой хороший сделал гнойник на носу. Вот тут вот. Что просто вообще капитально. Причем это буквально. Я вот утром нанесла и в час выскочила. Так рукой проводишь. Я не знаю, откуда это. Вот. Короче, делала для того, чтобы у меня дальше не повоскакило. Потому что вот тут вот тоже было. Чтобы вот так вот аккуратно... Аккуратное лицо стало. Чтобы никаких дальше воспалительных процессов не пошло. Делала вот такую вот очищающую дегтярную маску. Она очень классная. Но она... Ее нужно буквально вот она схватилась и сразу смывать. А у меня немножко получилось передержать. Поэтому у меня сейчас лицо такое посуше стало, чем оно должно быть. Вот. Так что я буду вот такой вот с пшеницей использовать польский крем. У меня его еще очень много. И теперь, слушайте, стала как маньяк смотреть на все эти крышечки открытые. Да. Здесь тоже вот 12 месяцев. Но, в принципе, по идее, до следующего нового года должна я успеть его использовать. Тут еще 150 миллилитров стабильно осталось. Вот. Чем мне нравится этот крем, что он такой достаточно жидкий. Ну, если можно так назвать. То есть, не настолько густой, как вот там увлажняющий, то, что я говорила. Ну, и канапуха тоже не противна. Вот. Ну, в принципе, посмотрим как раз. У меня такой эксперимент. Короче, как у меня кожа летом отреагирует на вот этот крем. Потому что я уже зимой покупала. А вот. И как все пройдет. Вот. Вот такая вот у меня перед сном собиралка, болталка получилась. Вот. Посмотрим. Скорее всего, получится следующий момент, что я вот эти вот штуки буду добивать. Вот. С этим, ну, его больше оставляю на осень. Или какие-то такие варианты. Вот. Не вижу. Вот. Есть все-таки между ним разница. Я уже сейчас тянуться не буду. Серьезно. А вот эта вот марка, да. Чистый доктор. Как его. Домашний доктор. Вот. Который с календулой. Вот он адекватно делает кожу. И без всяких высыпаний и всего такого. А фармакоз вот я не увидела. Антистресс мне понравился. А это что-то я пока не поняла. Поэтому его я откладываю. Вот это я, скорее всего, буду добивать. Вот. И буду добивать вот этот вот крем. А там, короче, посмотрим, что будет еще. То, что, скорее всего, до конца месяца вот у меня все это уйдет. И будет в пустых баночках. Скажу свое впечатление, как какой крем себе повел. Как повела меня моя кожа с ними. Вот. Ну и буду искать что-то еще на постоянную основу. Потому что серьезно, мне уже надоело ломать голову, каким кремом сегодня пользоваться, чтобы кожа была в нормальном состоянии. Вот. Спасибо всем большое за просмотр. Я надеюсь, это видео было чем-то вам полезным. А вот экспериментируйте, но все-таки экспериментируйте с осторожностью. Все, вот, это вот, как в моем случае, если пока еще не подобрали нужного варианта, то, да, можно. Вот. А так, всем хороших выходных. Да, завтра у нас 3 июля. Вот. С праздником независимости вас, ребята. Вот. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.